Ну что, надеюсь, все готовы. Здесь, в нашей предматчевой студии, мы будем вас заряжать и настраивать на предстоящий матч. Ну что, давайте начинать. У нас первый гость, и это популярный блогер, шоумен, инфлюенсер Андрей Глазунов. Привет, диванные войска. Привет, привет. Ну что, по секрету скажу, что мы немножко в преддверии нашей студии поболтали, но я задам тебе этот вопрос. Хорошо. Какой по счету это твой баскетбольный матч, на котором ты присуствуешь? Очень, очень тонко. Это мой первый матч. Я люблю баскетбол, я в школе очень часто в него играл, но потом пошел в секцию футбола, и поэтому как-то вот у меня больше с ним сложилось. Но баскетбол остался в моем сердечке со школьных времен. Сейчас первый матч, и очень интересно, что будет, какая будет борьба вообще, правила погрузиться. Какая-то вовремя купленная камера. Она была цифровая или еще на кассете? Она была не куплена, она была выторгована у родителей. Я пообещал тогда, что я с отличием закончу школу и поступлю на бюджет в университет. И тогда они мне купят камеру, и они мне аванс, и мне ее купили. Но так получилось, что я не поступил на бюджет, и ничего страшного. Думаю, родители не сильно расстроились. Продал камеру, отучился один год. Да. А представляешь, сейчас где-нибудь на горбушке продавец такой смотрит, говорит, а этот парень знаменит благодаря мне. У меня купили ту самую камеру. Кто знает. Ресничка. Ресничка, мне кажется, это чисто женское. Но могу предположить, что я говорю, что нет, в баскетболе этого нет. Но если есть в баскетболе, то потенциально можно было бы, когда мяч вот по этому катается, по кольцу, и потом скатывается. Этот типа он на ресничке завис. Но ты сказал, что нет. Нет. И ты правильно сказал, ресничек нет, но есть усы. Усы. Да, но это тоже, это такое что-то из старого баскетбола. Усами называются вот эти края трехсекундной зоны или, как мы с тобой выяснили, краски. Андрей, тяжело прощаться, но нам нужно это делать. Большое тебе спасибо, что ты пришел. Надеемся, что игра сегодняшняя запомнится. ЦСКА порадует нас. Я тоже очень надеюсь. И ЦСКА станет твоей любимой баскетбольной командой. Все может быть. Все может быть. ЦСКА, удачи вам. Ну что, Дим, привет. Привет. Рад тебя здесь видеть. Когда маленький был, я вырос в Алжире. У меня папа был корреспондентом газеты «Правда» по северо-закону. И мы, собственно, я до третьего класса учился в Алжире. И там вариантов было немного. Там либо арабскую музыку слушать, либо французскую. Потому что Алжир – это французская колония. Да, да, логично. И там, соответственно, было французское телевидение, французские музыкальные телеканалы, французское радио. И, собственно, французская музыка в основном – это вот было то, что отец слушал. Ну, то есть ты наверняка говоришь по-французски немножко? А он туп-ти-пю. А? Туп-ти-пю. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Хорошо. Нет, я изучал французский потом в школе, в институте. И как бы больше он мне не пригодился, как и баскетбол. Ну, вы еще копнули один факт, что ты такой ярый борец с попсой был в свое время. И не только борец, я просто считал, что как бы вот мы андеграунд – это круто, а попса – это ху. Ну, а сейчас мы сами на золотых граммофонах выступаем, понимаете? Да мы по русскому радио крутимся. Как оказалось в процессе, поп-музыку нам массового слушателя делать гораздо сложнее. Типа сложнее попасть в как можно большее количество людей, чем в какую-то, знаешь, поджанровую кучку. Ну, типа это реально, поэтому там, я не знаю, какие-то там чуваки, которые типа Фаррелла или Макса Мартина, которые там создают из года в год кучу всемирно известных хитов, попадая в наибольшее количество населения. Это, конечно, какая-то гениальная история. Слушай, а если бы тебя пустили к пульту на арене, ты сейчас бы что поставил здесь перед матчем? Ну, у меня с тобой ничего нет, но я бы что-нибудь из нашего играл, мне кажется. Ну, вот как раз-таки по поводу судьба трека Don't Be So Shy, да, она же достаточно интересная, как я понимаю. То есть он стал популярным в Европе вопреки, да, грубо говоря? Я думаю, что в Европе он там по всему миру бахнул. Где-то в 28 странах он был номер один в чартах, и в десятку входил, по-моему, там за 100 что-то стран. У нас там есть всякие платиновые, бриллиантовые диски, у меня там на студии дома висят из разных стран. Мы хорошо прокатились с этим, несмотря на то, что это ремикс, да, но он как бы нам приоткрыл дорогу вот на запад. Если будет какая-то своя фан-база, как, допустим, у ЦСКА, она должна быть русскоговорящей, она должна быть с одними культурными корнями, и все. И точно так же, как, например, я не знаю, я смеюсь, что за ЦСКА будут болеть там чуваки из Малайзии. У них, наверное, свои какие-то баскетбольные клубы есть. Я думаю, что за ЦСКА болеют по всему миру. Это Сергей Мезенцев у нас в гостях. Серега, привет. Привет, Бум. Ну, я думаю, что представление Сереге не нуждается, но я все-таки скажу. Музыкант, комик, ведущий, сценарист и просто человек с бородой. Все делаю, чтобы не идти на завод, короче. Максимально, максимально... Избегает, как может. Избегает, как может. Скажи, пожалуйста, кто твой фаворит вообще в единой лиге ВТВ? ЦСКА, конечно. И Сергей зарабатывает первые 100 баллов. Проходит следующий раунд. Да! Да! Как ты думаешь, сколько матчей понадобится в этой серии? 100 баллов. Сумма сойти. Вау. Выбирай следующую рубрику. Хочу тратить их теперь. Скажи мне, пожалуйста, как тебе занесло пускетбол? Какие предпосылки вообще были? Не знаю, вообще, ничто не предвещало. Я предвещало так случайно просто. Взял мяч и понял, что мое. Обожаю. Я играю сейчас вот в этих ребятах. Я косплею их. В смысле прямо не в эту секунду, а вообще. У меня жизнь сейчас такая. У меня позавчера было две тренировки в день. Утренняя и вечерняя. Вы команда, которая вызываете симпатию у меня. По одной простой причине, что там играете ты. Я еще хочу можно сказать. Это на самом деле важно. Что мы не клуб закрытый, который говорит, вот мы вот такие классные, Би-Би-Би-Би. Мы группировка. У нас в одном чате пены 50 человек. Мы рады всем. Мы хотим быть просто неким сообществом любителей и баскетбола. И не как бы не ограничиваться только количеством человек в команде. Понимаешь, да? Мы хотим, чтобы у нас было тысячи и все пены. Я знаю, что ты с Лешей Шведом играл один на один даже. Да, играл. Как это было? На соседней арене здесь. Ну, на старой ЦСКА арене, да? Нет, на ВТВ. А, на ВТВ. И как это было? Это было ужасно. Леша не оправдал так. Нет, у меня не было шансов и никогда не будет с Шведом. И никак. Моя задача была забить, ну, 2-3 очка. Играть до одиннадцати? Нет. То есть, конечно, я играл с небожителем, но, по сути дела, он мне давал кидать. Посадил на пятую точку охранника. А, действительно, да. У метро заходишь, размотаешь трешку, едешь бесплатно. Едешь, да. Ну, вот такие. Тройку. Ну, в метро же тройка. Да, 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 хорошо. Да. И вот это будет много. Я люблю баскетбол, я за ним каждый день слежу. Всегда так было. Годами. Спасибо тебе огромное. Что, все? Уже все? Ну, уже май, давайте. Не, 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 не. Сереж, подожди, давайте остался каких-то 15 минут. Мы придумаем книжки всем. Давайте. Хочется баскетболистом и перейдем на вас, дорогие зрители. Ну, мы бы могли тебе ник придумать, но у тебя их штук 50, мне кажется, уже. Нет, я на нас. Давай баскетбольный ник. Давай. Грут. Грут. Такая же скорость. Такая же ловкость, изящество. В драматическом произведении должна быть мораль. Мы не исключение. А вот и мораль нашего выпуска. Не записывайте себя, играйте в баскетбол, просто пофигу. Не пересматривайте. Не покидайте и все. Смотрите на свой баскетбол сердцем. Вот так, друзья. И будет все хорошо.